14 микроавтобусов должны идти по 65 маршруту после 9 часов вечера. Интервал разный. От 9 минут между первыми до 19 ближе к полуночи. Однако в это время пассажиропоток небольшой и у водителей возникает соблазн вообще не выходить на маршрут. Вечером с грибаеда езжу, иногда 65, она у нас конечная, иногда приходишь ждать очень долго. Особенно в выходные дни. Раньше было, что иногда стоишь, такое ощущение, что один водитель ездит. Но сейчас нормально. Слава богу, что в такое время я могу доехать, потому что если там какие-то у водителей будут неприятности, то не хотелось бы. На перебой в работе 65 маршрута поступали многочисленные жалобы. Поэтому управление транспорта, администрация города Рязани организовала выездные вечерние проверки. В рамках подобных рейдов уже проверили 41 маршрут, 49 и 57 движение 13 автобуса. То есть транспорт, который обслуживает отдаленные районы города. Фиксирую время отправления, номер автобуса. Таким образом записываю все рейсы, которые выполняются. И затем интервалы движения потом высчитываются. И сверяю с установленным расписанием движения. Особое внимание управление транспорта уделяет тем маршрутам, на которых принимают оплату по карте УМКО. Ведь по ним действуют льготные условия проезда для пенсионеров, школьников, студентов. А значит перевозчику эту сумму компенсируют из городского или областного бюджетов. Данные мониторинга мы обработаем на следующий день. При выявленных нарушениях все перевозчики будут уведомлены о том, что так или иначе они где-то не доработали. И, соответственно, потом проводятся последующие такие же, можно сказать, секретные выезды на предмет исправления. Стоит отметить, что выездные проверки – это дополнение к ежедневному сплошному мониторингу, который проводится с использованием системы ГЛОНАСС. Она установлена на всем общественном транспорте, как коммерческом, так и муниципальном. 65-й маршрут обслуживают три перевозчика. Всех их предупредили о проверке и пригласили на беседу, чтобы выяснить проблемы, с которыми они сталкиваются. Самая сложность у нас появляется, потому что водители выезжают утром рано, где-то к шести часам они уже должны быть наконечены, чтобы начинать работу. У них большой объем работы получается, что если они вечером полдвенадцатого-двенадцатого заканчивают, переработка большая по времени, как бы устают. А завтра, если им второй день еще работать, опять к полпятому уже на работу вернуться. Получается, что у них времени для отдыха очень мало. Также на маршруте могут возникнуть аварии и заторы. Эти, независящие от перевозчика факторы, проверяют по системе ГЛОНАСС и не учитывают при подведении итогов мониторинга. А с фактами недобросовестных перевозок разбираются в индивидуальном порядке. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».